Приветствую вас. Смотрите, какая ситуация получается. Ваш мужчина злоупотреблял алкоголем настолько сильный, что вы поставили его перед фактом. Либо он пить бросает, и вы продолжаете жить дальше. Либо вы расходитесь. Мужчина пить бросил, и вы стали жить дальше. После чего он сказал, что вас больше не любят. Думаю, основная проблема заключается в том, что для мужчины бросить пить был подвиг. То есть для него это очень серьезный, едва ли не самый тяжелый личностный поступок. Самый значимый для него. А вы восприняли это как, ну, само собой разумещество. И считаете ли, может быть, и считаете, наверное, что это нужно было ему? Да, вы правы. Действительно, во всех отношениях это нужно и ему. Но, мужчина, вероятно, от вас ждал оценки. Он ждал от вас похвалы, поощрения за то, что он молодец. Вот он бросил пить, он справился, он смог. Он перестал. А вы этого не сделали. И в результате он испытал разочарованность. Соответственно, чтобы семью сохранить, можно у вас уточнить один момент. Вот он, когда сказал, что не любит вас больше и живет только ради ребенка, это означает, что, как бы, его заинтересованность в том, чтобы быть с вами, несколько поуменьшилась. Он начал пить или по-прежнему не пьет? Этот момент вам нужно обязательно уточнить. А с твоей стороны, нужно сказать так, что, чтобы вернуть вашего мужа, если чувства у него еще сохранились, но, допустим, сейчас имеет место обида, раздражение, разочарование и прочее, то вам необходимо начать всячески его поощрять, хвалить, замечать все, что он делает, то есть дарить ему внешность, тепло, ласку и позитив. Это единственное, что вы можете сделать. А, да, и внимание, и свое внимание. Это единственное, что вы можете сделать для того, чтобы, как бы сказать, вернуть ваши отношения с мужчиной на прежний уровень. Только при условии, если чувства у него сохранились, но, скажем так, заглушаются грузом негатива, который у него образовался, как следствие, на вот эту вот ситуацию. Если же чувств нет, то если они действительно ушли просто сами по себе, и мужчина в действительности не обижается на вас за того, чтобы вы не оценили его поступок, да, нету разочарования, чего-то еще, а чувств просто нет, то тут вам уже ничего не поделать. Нужно сесть с мужчиной и, собственно, поговорить, сказать, что вот хорошо, у тебя нет чувства, ты со мной только из-за ребенка, ты готов играть с нами в семью, то есть так, чтобы ребенок не чувствовал, что вот между нами есть какие-то проблемы. Ты готов там пообещать, например, что не будешь там другую женщину заводить, пока ребенок более-менее маленький, да, там кто-то еще делает, скандалит и так далее. Если да, то хорошо, мы остаемся с у него, а если нет, то, наверное, лучше разместить, потому что ребенок будет чувствовать, чувствовать, что между вами не все в порядке, не все хорошо, есть определенное напряжение, есть раздражение, разногласия и прочее, это будет негативно на него влиять, на его психику, и в дальнейшем может привести к возникновению проблем в его жизни уже, в его взаимодействии с окружающими людьми, допустим, или с самим собой. Чтобы ребенка безопасно, нужно четко выяснить отношения между вами и понять вообще, что вы можете предложить, как семья ребенку, и не лучше ли будет, если вы все-таки разведетесь, раз чувств к вам у мужчины больше нет. Потому что обычно, когда родители говорят, что вот я только из-за ребенка, они как бы прикрываются ребенком, но сами в действительности хотят выставить свои какие-то недостатки, слабосты, может быть, потребности новые в положительном свете. И если это так, то необходимо это выявить в процессе диалога с мужчиной, понять, как стоят дела, и из реального положения вещей делать выводы и принимать решения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok